О май гаш! Это тяжело! Привет, ребята, это Настя. Сегодня я вам хочу показать свои учебники, потому что многие меня просили об этом. Мне кажется, что вообще со временем у меня становится все больше и больше студентов или профессионалов медиков среди тех, кто меня смотрит. Хотя я сама не студент-медик. Для тех из вас, кто может не знает, я учусь на магистратуре когнитивистики. Когнитивистика — это наука о мозге. В первую очередь, что, наверное, приходит на ум, когда кто-то слышит, наука о мозге — это нейробиология, но это лишь один аспект когнитивистики, то есть понимание того, как работает это всё на материальном уровне, на уровне атомов, молекул, клеток, органов. С другой стороны, когнитивистика также рассматривает такие вопросы, как философия. Например, что такое сознание? В принципе, можем ли мы действительно изучить сознание на данный момент на основании материи? То есть это больше философский вопрос, теоретический вопрос. Когнитивистика — это также вопросы computer science, вопросы искусственного интеллекта. Можем ли мы симулировать человеческий мозг на компьютере? Все из нас в какой-то степени больше тянутся к одной из этих трёх сфер. Я, как вы видите по тому же, чем я занимаюсь на Инстаграме, например, я больше тянусь именно к биологическому аспекту. Это то, что мне интересно. Но параллельно со мной учатся ребята, которые, например, чисто специализируются на искусственном интеллекте. Я не продвинутый студент, ребята. Моё первое образование, если вы не знаете, оно в финансах. Я 10 лет работала в банкинге, в консалтинге. Поэтому сейчас мне надо биологию просто с нуля проходить, потому что даже то, что у меня было в школе — это химия и биология, я её абсолютно забыла. Я вернулась к основам основ и начала проходить биологию. Это биохимия, клеточная биология и генетика — это те три основные вещи, которые любой сегодня, даже выпускник школы, в каком-то объёме знает. Ну и тем более это как бы составляет основу биологии. Но, кстати, также здесь есть эволюция, диверсификация. Структура plants — это растения животных, в том числе человека. И, по-моему, это экология. Все мои учебники на английском, я посмотрю, были ли они переведены на русском, потому что, по крайней мере, вот этот, он самый известный в мире. Даже если он не переведён на русский, но вы знаете французский или итальянский и немецкий, то я знаю, что точно есть переводы. Хотя, если вы работаете в медицине или в науке, то вы должны знать английский, потому что без английского никуда. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что это нормально, что это русскоязычный канал. Но я показываю книги на английском, потому что это необходимость в сегодняшнем мире. Сам профессор Кэмпбелл его не стало в 2004 году. Этому учебнику уже много десятков лет. Это считается эталонный учебник по биологии. Его есть несколько вариантов, но нас интересуют два. Первое — это concepts and connections. Это используется в старших классах школы для тех, кто именно идёт в продвинутой программе университетского уровня. И она используется на первых курсах, ну или вообще просто на курсах по биологии университетских, где биология не является твоей major, то есть не является твоей специализацией. Вот этот учебник, он используется студентами-биологами, для кого биология является основным направлением, является специализацией. Я пробовала и тот, и тот учебник. По этим учебникам одно удовольствие учиться, и сейчас вы увидите почему. В начале, как вы видите, шло интервью с учёным, а дальше идут ключевые концепты, которые саморизируют каждую подглаву, у этого учебника. Каждая подглава заканчивается вопросами, которые не только вопросы на определение, но и вопросы, задачки разные, то есть приложения твоих знаний. И в конце есть подробные ответы практически на все вопросы. Не на все, но на все, на которые есть правильный ответ, на них есть ответы. Также здесь вы видите scientific skills exercise — это что-то типа лабораторной, разбора данные. Видите, просто потрясающие иллюстрации. Этот учебник, вообще Кэмпбелл-учебники известны своими потрясающими иллюстрациями. То и дело учебник тебя ведёт на онлайн-ресурс, его сопутствующий, где есть разные видео, которые визуально иллюстрируют концепты, которые ты проходишь. Ну и в конце просто что-то невероятное — это очень качественный концепт, конспект по всему, по всей голове со всеми основными концептами. И вот эта последняя часть — это дополнительные вопросы и задания, чтобы заподробить выученное. И, конечно же, ответы есть в конце. Ребята, если вы говорите на английском, интересуетесь темой, но не профессионально изучаете биологию, покупайте Concepts and Connections. Я брала в библиотеке, читала. Он считается просто как суперклассная научпоп-литература. Вот это, конечно, вот в плане того, как легко он написан, как интересно, как в меру глубоко, но в то же время много применимых, интересных для рассказов вот о жизни, которые помогают нам понять жизнь. Мне надо проверить, записывается ли звук. Я, окей. Так вот, это настолько, настолько потрясающе интересный учебник Concepts and Connections. Это то, что я рекомендую всем. Если вы это изучаете для профессиональной сферы, то, наверное, нужно взять более продвинутый учебник. Как я сказала, три части посвящены именно вот такой биологии, где мы смотрим на атомы, молекулы, клетки и потом ДНК, и генетику. И три посвящ... Три? Четыре. Остальные главы посвящены... Три из них эволюции экологии, и две из них органам растений, органам животных. И что там у растений, я не знаю, честно говоря. Не уверена, что я, в принципе, буду читать части про растения. Я в каком-то видео уже вам рассказывала, что я... Да, я учу это сама, но я нашла профессора на факультете биологии здесь, которая была супер-супер nice, очень открыта к тому, чтобы я приходила к ней в консультационные часы и задавала вопросы. Как я учу этот учебник, я учу его методом задавания вопросов. Я делала целое видео про это, я залинклю его внизу. Другой учебник по этой же теме, который у меня есть, это Альберта Essential Cell Biology. Опять же, это классика, как вот Кэмбелл Альбертс. Альберт или Альбертс? Альбертс. Это также классика в своей сфере. Он... Его основной учебник называется The Molecular Biology of the Cell. Этот учебник используется также студентами, которые изучают биологию как основной. Это более продвинутый, ну, следующий уровень от этого. Вот этот и этот в начальных своих главах в чём-то очень похожи. Моя профессора, ребята, сказала, что тот слишком легковат, и я должна больше ориентироваться всё-таки на этот. Но этот для меня пока тяжеловат. Тут вроде бы вся та же информация, но здесь она уже как бы все факты суммаризированы в предложении. Там разжёвывается действительно. Если ты никогда не имел ничего общего с биологией, то ты здесь сможешь выучить биологию сам самостоятельно. Да, я использую профессора для каких-то вопросов, но это минимальные вопросы. Этот учебник потрясающий. О, я забыла сказать важную вещь. Вот этот учебник покупается только в мягкой обложке, мне кажется, потому что в твёрдой они стоят 150 евро, 200 евро. В мягкой он стоил 50 евро. Но я его купила за 70, потому что с ним шла... Точнее, я взяла его с Mastering Biology. Это доступ на два года на онлайн-ресурсы к этому учебнику. Самое классное, что там есть, это тесты. По каждой главе я сделаю главу, и потом делаю тест. Там иногда 35 вопросов. Хорошие вопросы такие, не на определение, а задачки. То есть даже когда я сделала свой конспект с вопросами, всё равно мои вопросы, они больше на определение, на факты. А там именно на применение и разные задачи. Абсолютно стоит полностью тех 20 долларов. Если вы это читаете для себя, don't bother, не покупайте этот Mastering Biology. Если вы читаете для академических целей, покупайте. Кстати, это последнее издание, оно, по-моему, оно, да, 2018 года. Так что очень свежий, классный учебник. Вот это вот тоже имеет онлайн-ресурсы. По-моему, здесь также есть тесты, но они бесплатные. То есть, ну, покупайте столько учебник. Опять же, я взяла в мягкой обложке. Наверное, евро 70 он стоил в мягкой. И потом все эти тесты, ну, доступны бесплатно. Уже по самой верстке, по-моему, видно, что этот учебник рассчитан на более продвинутую аудиторию. Здесь меньше картинок и больше текста. И видите, он очень плотный, потому что действительно здесь многие концепты не так расписываются, как в предыдущем. Здесь нет конспекта, но саморизированные ключевые мысли, дала основная терминология. И в конце здесь также идут упражнения, ответы на которые можно найти в конце самого учебника. Мне придется в какой-то момент перейти к этому учебнику, но пока я хочу разобраться с тем. Следующий шаг. Сама нейронаука считается эталоном, опять же, ну вот эталонное, не знаю, хорошее ли это слово здесь применимо, но наиболее распространенный и общепризнанный учебник это вот этот Бэр. Бэр, он из MIT. Но я, честно говоря, ребят, я не могу откомментировать, потому что я понимаю, что я пыталась по нему учиться, по нему и училась, но я понимаю, насколько мне нехватка обычной биохимии и клеточной биологии мешала качественно понимать, что в этом учебнике находится. Поэтому просто вот, если вам нужен учебник по нейробиологии, вы знаете биохимию, то, по крайней мере, у нас считается, что главный учебник — это вот это вот. Дальше когнитивная нейробиология. Это как раз для тех, у кого нет биохимического, биологического, клеточного бэкграунда. Эта книга может быть... Если ты хочешь именно изучать биологию, то нет, она очень сильно упрощает, и более того, я уверена, что она не актуальная. Это, кстати, британская книга. Но если ты именно интересуешься, как когнитивистика использует нейробиологию, и, может быть, многие из вас, кстати, пишут, что хотят поступать на когнитивистику, вот чтобы иметь представление, как это изучается с более биологической точки зрения, то вот эта книга хорошая. Я, честно говоря, ребят, только первые две главы прочитала, потому что это новый курс, который я беру в этом семестре. Вот, но я знала до этого. Это была одна из тех книг, когда я хотела поступать на когнитивистику, и я не знала, хочу ли я идти на когнитивную нейробиологию, на когнитивистику, на психологию. Я знала, что я хочу изучать мозг, я не знала, куда мне нужно идти с этим. Я забурилась в библиотеку, обложилась учебниками, и вот один из учебников был вот этот вот, который я просто прочитала первые две-три главы в каждом учебнике, чтобы помочь мне определиться, что я именно хочу учить, как называется та дисциплина, которая мне интересна и которую я хочу учить. Вот, по сути, это все учебники, ребята. Я вам оставлю ссылки на всё внизу. В особенности в Тодд Кэмпбелл, даже если вы не медстудент, но вот просто вы любите читать такой научпуп про мир. И здесь мне не менее интересно читать, хотя мне экология, эволюция на данный момент мне не нужна, хотя эволюция нужна будет позже, но я читаю это просто для удовольствия перед сном, потому что так интересно узнавать о мире. Вот просто я весь февраль, я не читала вообще, по-моему, я чуть-чуть, как они называются, 12-го я чуть-чуть читала, но всё остальное я просто всё время засыпаю под этот учебник, он такой классный. Вот, это всё, ребята, увидимся в следующий день. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok